Теперь на пропускном пункте в суде журналистов обязывают сдать свои телефоны. Эти нововведения, которые, как стоит отметить, были приняты только для госслужащих, почему-то коснулись и представителей масс-медиа, несмотря на то, что журналисты не имеют никакого отношения к государственной службе. Но в суде поясняют обратное. 25 марта 2016 года вынесено распоряжение Верховным судом об обеспечении информационной безопасности в судебной системе Республики Казахстан. Которая гласит о запрете с 24 марта 2016 года вносит в здание судебных органов Республики Казахстан мобильных устройств. Мы за пределы данного распоряжения выходить не можем. В данном распоряжении указано, что оно распространяется. Конкретно не указано на кого, оно получается распространяется на всех. В связи с этим пронос указанных устройств запрещен. Никогда ранее журналистам не приходилось сталкиваться с такой проблемой. Достаточно было поставить свой телефон на авиарежим и спокойно делать снимки и записывать судей на встроенный диктофон. Теперь же в судах представителям СМИ советуют покупать фотоаппараты и диктофоны. Но для самих журналистов это неудобно. Вообще в казахстанском законодательстве прямого запрета на использование звукозаписывающей техники журналистами не имеется. Это означает, что журналистам проходить в зал судебных заседаний с гаджетами, со смартфонами можно. Я тоже считаю, что такой запрет не обоснован. Судья может отдельно просто попросить не вести ту же там, например, фотосъемку или видеосъемку. Если он увидит, что журналист нарушает это требование, он может его попросить покинуть в зал судебных заседаний. А если журналист просто использует сотовый как диктофон, то я думаю, здесь все нормально и никаких проблем здесь быть не должно. Кстати, документ, который якобы обязывает журналистов сдавать свои смартфоны, ни в одном суде пока не висит. И скорее всего этого не случится, потому как заместитель премьер-министра Даригана Зарбаева заявила, что запрет на использование смартфонов в государственных учреждениях адресован исключительно государственным служащим. А потому госорганы, запрещающие журналистам пользоваться различными гаджетами на их территории, превышают свои полномочия.